Привет, ребятки! В этом видео разберем вступительные испытания в физико-техническую школу в Санкт-Петербурге в 9 класс за 2022 год. Математика. Если ты хочешь прорешать эти задачи, то файлик будет в описании. А я уже начинаю здесь разбор. Первая задача. Весной Антон был на 1 см выше Боря, на 2 см выше Васи и на 3 см выше Гриши. За лето они подросли, причем все на разное целое количество число сантиметров. Когда они осенью выстроились по росту, то обнаружилось, что каждый следующий по росту на 1 см ниже предыдущего. При этом Гриша стоял сразу за Антоном. Кто стоял первым? Давайте нарисуем. У нас тут есть АБВГ, что очень удобно. И мы знаем, что было. Так что Антон был выше всех. Причем, если мы скажем, что пусть у Антона Х, тогда у Бори пусть будет Х-1, у Васи Х-2, у Гриши Х-3. Хорошо. Стало. Что мы единственное знаем, что стало? Знаем, что при этом Гриша стоял сразу за Антоном, то есть Гриша на 1 см ниже, чем Антон. Но мы не знаем, насколько вырос у нас Антон. Хорошо. Тогда скажем, пусть у Антона, например, там был рост У, а у Гриши тогда У-1. Это единственное, что мы знаем. Вопрос, кто стоял первым, чтобы у нас подходило все это по задаче. Ну, давайте вообще разбираться, какие варианты у нас могут быть. Мы точно знаем, что у нас вот А и Г стоят, идут вместе. Дальше у нас Б и В может стоять вот так вот, например. Можно их поменять местами. Это у нас второй уже вариант. Дальше у нас может быть, например, В стоять здесь, В стоять здесь. Их тоже можно поменять местами. Это уже третий, четвертый вариант. И последний вариант. Ну, вот может совпасть так, что А и Г стоят тут, Б и В здесь. Ну, и здесь тоже можно поменять местами. То есть тут может быть 6 вариантов из тех данных, что у нас есть, но нам нужно привести, видимо, какой-то один вариант, в итоге подходит, исходя из вот целого количества сантиметров, они подросли на разное количество сантиметров, и этим нужно как-то воспользоваться. Ну, давайте предполагать, ну, во-первых, посмотрим, смотрите, возможен ли вот такой вариант, что у нас Боря и Вася остались вот в таком же расположении, то есть, например, B, V, A, G. Мне кажется, нет, потому что если здесь у нас, ну, вот так же все осталось, то есть, A, G, как-то поменялись местами, то тогда вот у нас получится здесь, пусть будет, сколько тут у нас, ну, давайте, Вася у нас Y плюс 1, а Боря Y плюс 2, да, потому что у нас сначала тут стоит Антон, у него Y, Вася на 1 сантиметр выше, Боря еще на 1 сантиметр выше, по условию задачи, так скажем. Тогда что у нас здесь получается? Вот смотрите, разница, насколько вырос Вася, Вася вырос у нас здесь на сколько, Y плюс 1 минус X, как бы вот так, минус X минус 2, получается-то Y плюс Y минус X и плюс 3, раз, а Боря у нас тогда Y плюс 2 минус X минус 1, равно Y минус X и снова плюс 3. Почему так получилось? Ну, потому что они стояли сначала вот так, Боря и Вася, а потом ничего не изменилось, их порядок при этом не сменился, то есть, как Боря и Вася были за другом, так же и остаются. А нам сказано, что они выросли на разное целое количество число сантиметров, поэтому этот вариант невозможен. Итого, тогда из вот этого условия мы можем сказать, что нас тут будет ждать не 6 вариантов, а сколько? Да, на самом деле 3, на самом деле 3 варианта у нас здесь будет ждать, то есть, у нас может быть вот какой-нибудь такой вариант, В, В, А, Г, дальше вариант может быть В, А, Г и В, и вариант может быть А, Г, В, В. Итак, рассмотрим все 3 варианта и посмотрим, что у нас здесь получится. Так, если у нас Вася самый первый, Боря у нас, соответственно, тогда будет Y плюс 1, а Вася Y плюс 2, тогда у нас будет получаться следующее. Ну, вот тут на самом деле, как бы, оба варианта у нас здесь побеждает Вася, можно их даже не рассматривать, можно доказать, что если это неверно, то тогда здесь первое место будет занимать Вася, точнее, по росту будет первый Вася. Ну, попробуем решить совершенно строго и точно. Так, Вася, Y плюс 2 и минус X минус 2, то есть, это будет Y минус X и, по-моему, плюс 4. Это у нас Вася, насколько его прирост оказался. У Бори Y плюс 1 минус X минус 2, то есть, Y минус X и плюс 2. Каждый из парней должен вырасти на разное количество сантиметров. Давайте посмотрим, насколько на самом деле вырос и Антон, и вырос Гриша. У Антона Y минус X он вырос, просто из этого стало было. У Гриши Y минус 1 на X минус 3, то есть, Y минус X. И, по-моему, плюс 2. Плохо, вот этот вариант нас не устроит, потому что Боря и Гриши тогда выросли на оба, на одинаковое количество сантиметров. То есть, тут не удовлетворяет. У этих парней все неизменно. То есть, мы это взяли за эталон, то есть, Y и Y минус 1, то есть, это мы пересчитывать не будем. Ну, а теперь посмотрим, когда у нас, например, остановка такая. Тогда у нас здесь получается, Вася, это Y, ну, точнее, лучше у Васи, да, Y плюс 1, а у Бори это Y минус 2, Y минус 2. Ага, смотрим, что получается у нас здесь. Вычитаем. Для Васи тогда у нас будет получаться Y минус X и плюс 3. У Бори будет Y минус X и плюс 1. По-моему, этот вариант всем подходит. Вот такой вот, Вася, дальше у нас идет Антон, Гриша и Боря. Вот такой у нас получается, вот у нас прирост каждого человека, и он совершенно разный. У нас, в общем и целом, вроде бы все сошлось. Ну, давайте проверим последний вариант. Что у нас получается здесь? Здесь у нас Антон, Y минус X, Гриша, Y минус X минус 2. Вася идет следующий после него, поэтому у него будет Y минус 2 на сантиметр ниже. У Бори еще на сантиметр ниже он будет от наших эталонных ребят. Вычитаем. Для Васи это будет Y минус X и тут по нулям. Ну, уже можно даже на самом деле не считать. У этих парней изменения роста одинаковые. Ну, значит, как бы единственный вариант, который возможен, это Вася, Антон, Гриша, Боря. Кто стоял первым? Ну, наш ответ в этой задаче, конечно же, Вася. Вторая задача. Докажите, что из двух уравнений, которые представлены перед вами, хотя бы одно имеет корень. То есть дискриминант у уравнения должен быть больше, либо равен нулю. Это условие, что у нас есть хотя бы один корень. Давайте посмотрим. То есть у нас есть, например, первое условие дискриминант должен быть больше, либо равен нуля у первого уравнения. Ну и второго тоже должен быть дискриминант больше, либо равен нуля. Возведем в квадрат. Тут у нас получается А в квадрате минус 4 на 19А и на 91Б. Должно быть больше, либо равно нуля. А у второго уравнения у нас Б в квадрате минус 4. Тут, наверное, будет с плюсом. Да, минус 4 плюс. Так, 91 умножить на 19АБ. Тоже должно быть больше, либо равно нуля. Хорошо, давайте думать. Если у нас А или Б равно нулю. Вот можем сразу же это расписать, потому что тут как бы сейчас будем решать уже с А и Б. Но вот посмотрим в граничной ситуации, если у нас А и Б равно нулю. Если у нас А равно нулю, то получается у нас что? Если мы подставим вот в это уравнение, у нас 91Б равно нулю, то есть даже не уравнение. Если подставим сюда, то у нас получается минус БХ минус 91 равно нулю. И тут у нас есть точно один корень хотя бы. То есть вот у нас линейное уравнение, в котором будет один корень. То есть второе имеет корень. Имеет корень. Если у нас Б с вами равно нулю, то подставляя вот сюда, вот у нас точно будет независимо от А, значение, при котором там один из корней будет ноль. То есть первое имеет точно корень. Понятно, что если А будет равно нулю, тогда 0 равно нулю. И это в общем и целое не уравнение. Но я думаю, здесь нас не просят именно это рассмотреть. При А и Б все хорошо. Имеет у нас при А равном нулю, Б равном нулю, имеет корень. Дальше можно расписывать, на самом деле сказать, что если у нас А больше нуля, А Б больше нуля, посмотреть, когда у нас там одно, ну то есть какой-то из них здесь может быть верно, какой-то может быть неверно. Ну и рассматривать там несколько вариантов А меньше нуля, А Б больше нуля. И вот так это все дело расписать. Можно сделать так. Но можно заметить что-то симпатичное. Смотрите, нам нужно, чтобы дискриминант хотя бы одного уравнения был больше либо равен нуля. Если мы с вами сложим, да, заметим, что вот это и вот это у нас похожи. Если мы сложим и левую, и правую часть, тут по нулям, а тут остается А в квадрате плюс Б в квадрате больше либо равно нуля. Из этого следует, что как минимум одной из слагаемых, как минимум один дискриминант точно будет больше нуля. Потому что сумма больше нуля, один может быть отрицательной, но как минимум из-за того, что сумма больше нуля, то второй или первый будет положительной. И все, эта задача можно решить так. Как сложить и сказать, что сумма больше нуля, значит одно из слагаемых у нас положительным, а поэтому у нас с вами дискриминант точно будет неотрицательным и будет один корень. Вот такая задачка. Задача номер три. Когда Леша прошел 4 девятой длины моста, он заметил, что его догоняет машина, еще не въехавшая на мост. Тогда он повернул назад и встретился с ней у начала моста. Если бы он продолжил свое движение, то машина догнала его бы у конца моста. Найдите отношение скоростей машины и Леши. Но это более-менее стандартная текстовая задача. Главное сделать хороший рисунок, понять, что у нас происходит, и разобраться, кто у нас куда дошел и как нам уравнять, то есть составить уравнение. Скажем, что вот здесь у нас стартует машина, вот V автомобиля, а здесь у нас где-то находится на 4 девятых моста Леша. Здесь у нас находится Леша, и у него есть два варианта. Он либо может пойти сюда, либо может пойти сюда. Тут скажем, что есть V Леша, скорость Леши. Итак, если бы он, и тогда он повернул назад и встретился с ней у начала моста. Второе предложение. Пытаемся здесь ставить уравнение. Что скажем? Что пока у нас автомобиль проезжает это расстояние, Леша успевает возвратиться к началу моста. То есть S разделить на V автомобиля равняется 4 девятых L разделить на V Леши. Хорошо. Если бы он продолжил свое движение, то машина догнала бы его у конца моста. Если бы у нас было вот так вот, то есть машина проехала у нас вот это расстояние, Леша прошел вот это расстояние за одно и то же время. Поэтому скажем, что здесь у нас S плюс L делить на V автомобиля равно 5 девятых L, потому что расстояние у нас уже от всего остается L минус 4 девятых, и разделить на скорость Леши. Нам нужно найти отношение скоростей, то есть, наверное, из первого уравнения выгодно выразить S делить на L и этим как-то воспользоваться. Так перед нами система, содержащая аж 4 неизвестных. Но не надо бояться, все плохое рано или поздно должно закончиться. Выражаем, что у нас получится. Тут у нас будет 4V автомобиля делить на V 9V Леши. Это из этого уравнения развернул, просто все поменял местами. Здесь, наверное, сделаю то же самое. Вот так перенесу все, что у нас с расстоянием, перенесу в одну часть и, наверное, подчленно поделим. Тут у нас будет S делить на L плюс 1 L делить на L. Дальше 5V автомобиля делить на 9 скоростей Леши. Мы знаем, что S делить на L это у нас вот это выражение, и просто подставляем сюда 4V автомобиля на 9V Леши плюс 1 равно 5V автомобиля на 9 скоростей Леши. Делаем общий знаменатель, домножаем на 9V Леши. И получается, можно даже как бы домножить, это у нас не равно 0, V Леши не равно 0, поэтому смело домножим на 9 этих значений. И получим 4V автомобиля плюс 9 скоростей Леши равняется 5 скоростей автомобиля. Выразим отсюда то, что нам не хватает. И получится, что V автомобиля... Давайте сейчас подумаем. Наверное, вот это перенесу через знак равно. Это будет V автомобиля равняется 9 скоростей Леши. Найдите отношение скорости машины и Леши. То есть V автомобиля делить на скорость Леши равно 9. Это и есть ответ в этой задаче. Задача номер 4. Женя задумала два натуральных числа и сказала, что их произведение равно 228 и 0. А сумма является нечетным двузначным числом. Какие числа задумала Женя? Скажем, что у нас есть каких-то два числа. А и B это как раз таки числа, которые задумала Женя. Они у нас натуральные задуманные числа. Ну и запишем, что нам дано задуманные числа. Известно, что А умножить на B равно 2280. И сумма является у нас нечетной. То есть А плюс B равно С. С это нечет. И еще двузначные. Хорошо. Давайте думать. Если у нас вообще нечетное число к сумме получается, то есть что мы можем сказать? Что нечет у нас получается только если это у нас чет плюс нечет. По-другому. Нечетное число в виде суммы не получить. Хорошо. Но это не дает много вариантов. Это дает слишком много вариантов. То есть таких чисел может быть огромное количество. Оттолкнемся от более конкретной информации. От числа 2280. И попробуем его разложить на простые множители. Так потом из них нам нужно будет составить два числа А и Б. И сделать так, чтобы у нас сумма удовлетворяла вот такому значению. Как будем раскладывать? Ну давайте на десяточку сначала разделим. То есть сразу на 2 и 5. Здесь тогда остается 228. Разделим на 2. Будет 114. Разделим еще на 2. Будет у нас 57. И тут наверное 3 надо. 19. Ну 19 это простое число. Хорошо. То есть 2280 это у нас равно 2 в 3 на 5 на 3 на 19. У нас должно быть одно четное число, одно нечетное число. Это точно. То есть все двойки должны быть у нас в каком-то одном месте. Давайте смотреть. 2, 2 умножить например на... На сколько мы можем умножить? Ну можем умножить на 3. То есть можно записать, что вот у нас есть 5 на 8, на 3, на 19. Эти двойки можно объединить, потому что у нас счет должен находиться лишь в одном месте. Теперь давайте просто поперебираем наши варианты. То есть вот у нас 8 возьмем. Если мы 8 возьмем с пятерочкой, то у нас здесь будет получаться 40. 3 на 19 это у нас 57. Отлично. 40 плюс 57 это нечетное двузначное число. Все удовлетворяют. Произведение точно будет 2280, потому что вот мы разложили на простые множители. Есть еще варианты. Давайте проверим. 8 на 3 это 24. 5 на 19 это 95. Ну если мы их сложим, то будет не двузначное число, поэтому этот вариант нас не устраивает. Хорошо. 8 и 19 тут одно это число уже слишком большое. Объединять их как-то в тройки и тоже понятно, что будет уже трехзначное число и ничего нам из этого не подойдет. Поэтому единственный вариант, который нам здесь подходит, это вот числа А и Б. Это 40 и 57. Готово. Задание номер 5. В прямоугольном треугольнике АВЦД точка П середина стороны АВ. В точке Ку основание перпендикуляра опущенного из вершины С на ПД. Докажите, что ВКу равно ВС. Это то, что выделено синим цветом. Доказать, что эти отрезочки у нас будут равны. Ну, непонятно, прямоугольничек, тут какие-то углы надо брать. Может, тут, конечно, через углы как-то выйти, сказать, что это угол АВ, это 90 минус АВ. Это смежный с ним. Здесь точно так же находить. И вот через равные углы доказать, что здесь у нас и этот угол, и этот угол будет равен. Но я посмотрел бы на что? Что расстояние точки В до точки С и до точки Ку у нас одно и то же. То есть, что такое у нас одинаковое расстояние от какой-то точки? Ну, обычно это некоторый радиус. То есть, если мы проведем окружность, а точка Б будет являться центром, то это все у нас будет получаться радиус. А здесь у нас еще находится угол 90 градусов. А вот в окружности угол 90 градусов у нас опирается на диаметр. Но только понятно, что у нас весь угол 90 градусов, а тут у нас как-то немножечко обрезается. Поэтому давайте сначала продлим вот это вот ПД, продлим ПД до пересечения с БЦ. Назовем какую-нибудь точку К. И тогда что у нас получается? Получается, что вот это все КЦ это диаметр. Точка Б это центр нашей окружности. И что мы можем сказать? Что треугольничек КБП у нас подобен треугольничку КЦД по двум углам. Можно сказать, здесь у нас параллельные прямые из-за того, что данным прямоугольничек треугольнички подобны. И смело можем сказать, что отличие тут будет в два раза, потому что это сторона А, а это сторона 2А. Значит и вот эти вот кусочки, этот кусочек и этот кусочек будут равны. Вот тогда мы точно докажем, что это у нас будет. Точка Б является центром, ну точнее, центром окружности. А все, КЦ диаметр, а это ровно посерединке тут, где они находятся. Это у нас угол 90 градусов опирается на диаметр. Что мы дальше можем сказать? Что перед нами прямоугольный треугольничек, а в прямоугольном треугольничке вот здесь из прямого угла проведена у нас с вами медиана. Ну давайте это вспомним. Такое свойство, где медиана у нас выходит из прямого угла в прямоугольном треугольнике. Что мы можем про это все дело сказать? Что если мы проведем какой-нибудь вот такой прямоугольничек, проведем в нем диагонали, что мы хорошим может сказать прямоугольник, что диагонали у него делятся точкой пересечения пополам, а потом возьмем нашу стирательную резиночку и уберем вот это. Что у нас получится? Получится то, что в прямоугольном треугольнике медиана равна половине гипотенузы, а значит BC у нас равняется B куб. Можно это сослаться на свойства медианы в прямоугольном треугольнике, можно вот сослаться на свойства диагонали прямоугольного треугольника. В любом случае, что нам нужно было доказать, мы с вами доказали. Задача номер 6. Известно вот такое выражение, а нужно вычислить немножечко другое. Ну вот что подразумевает под собой вычислить? То есть надо найти какое-то конкретное значение, число. Не свернуть это все в какую-то формулу и сказать, что вот равно это некоторой формуле, а прямо записать, чему это у нас равно. Ну разумеется, с выражением просто так невозможно работать, у нас тем более тут 3 слагаемых, это просто ужас какой-то. Поэтому будем отталкиваться от уравнения. Посмотрим, что у нас есть. А в квадрате плюс С в квадрате равно у нас B, точнее давайте 2BC минус B в квадрате. Можем, конечно же, раскрыть вот эти вот скобочки, посмотреть, что у нас здесь получится. B в квадрате минус 5BC плюс А в квадрате плюс 4АС и плюс 4С в квадрате. Дальше можно там вместо А в квадрате и С в квадрате подставить вот тут вот эти вот значения. Раз, потом может быть вот сюда вот подставить, 2, второй вариант. И что-то там уравнять. На самом деле шансы, что у вас получится, достаточно большие таким способом. Но обычно требует что-то более симпатичное, более красивое. Давайте заметим с вами, что если мы перенесем наше уравнение через знак равно, то у нас получается А в квадрате плюс B в квадрате минус 2BC и плюс С в квадрате равно 0. Что это такое перед нами? Да, конечно же, формула, а именно А в квадрате. Здесь у нас будет плюс на B минус С в квадрате равно 0. Когда у нас сумма квадратов равна 0? Только тогда, когда каждый из наших квадратов равен 0. Поэтому мы говорим, что А у нас равно 0, а B у нас 100% равно С. И нам нужно найти, чему вот эта штука равна. Все значения с А можно просто смело убрать, это все по 0. А вместо всех B, например, подставим С. С в квадрате минус 5С в квадрате плюс 4С в квадрате. Что про это скажем? Что, конечно, это все у нас равно 0. Поэтому наш ответ нолик. Вот такие были вступительные испытания в физико-техническую школу за 9 класс по математике в 2022 году. Если тебе интересна эта тема, вступительные испытания в различные лицеи, буду рад поддержке под этим видео. Так я буду понимать, что нужно еще больше делать разборов из различных крутых лицеев в России. Терпения тебе и успехов на экзамене. Пока-пока.